МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для меня ружьё казалось достаточно прикладистым. Бьём! Звуки используем достаточно агрессивные. Бьём, ребята! Молодец! Субтитры создавал DimaTorzok Всё, друзья, мы наконец-то в Астраханской области. Изнурительная дорога. Почти сутки мы добирались. Приехали, отдохнули, разобрали вещи, спустили лодки. Сейчас выходим, скажем так, на ознакомительную охоту. Буквально на сутки. Завтра уже вернёмся, посмотрим места, попробуем поохотиться. Погода, в принципе, нормальная. Правда, обещают очень сильный ветер, до 19 метров в секунду. Но мы уже на месте, будем сейчас охотиться, будем изучать места. Посмотрим. Я думаю, что-то должно получиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вышли на просторы. В принципе, уже определяемся с местом. Птицы есть. Сейчас идём к дальним колочкам. Скорее всего, там и останемся, и там будем уже пробовать организовывать первую охоту. Температура около нуля. Лёдик небольшой. Но, в принципе, всё отлично. То, что нам нужно. Уходим отсюда. Палка уже уходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас ставим лодки. Одна лодка у нас будет основная. То есть мы сейчас замаскируем достаточно плотно, и в ней будем производить охоту. Вторая лодка, где будет находиться Андрей, будет лёгкая маскировка, потому что очень глубоко мы поняли, что птицу мы собрать не сможем. Поэтому эта будет лодка у нас в большей степени для сбора птицы. Поэтому сейчас мы всё аккуратненько ставим, расставляем чучела и начинаем охоту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Торопимся, надо торопиться. Куча налётов пока расставляемся, пока лодку маскируем. Заходят и заходят и черки, и кряква, серая, гоголя, всё заходит на нашу присаду. Сейчас быстро всё маскируем. Тут немножечко осталось. Камыша хватает, сейчас его на себя подломаем. Площадку освободим и начинаем охоту. Кстати, сегодня у нас будет тест нового ружья в Марокке. Посмотрим, что это за оружие, и вам расскажем. Бьём, Андрюш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот она! Есть! Класс! Хорошая дистанция, налёт. Взяли. Далеко была, уже подранок падала. Но, честно скажу, с этого ружья взял хорошее упреждение. Пух, прям чисто положили. То есть все попали, но подранку добрали. То есть всё это хорошо. Готовимся! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Давай бьём! Есть! Есть! Мне нравится. Стреляет, попадает. Классное ружьё. Да, утка, вон она, где и лебедь надо плыть. Перезаряжает. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ещё один! Есть! В хлам! Тут какой-то кошмар. Конечно, здорово. Чирок, свистунок. Классно. Сильный ветер. Хорошо, конечно, налетают. Конечно, когда крикаж сверху заходит, видит он нашу маскировку. Андрей абсолютно открытый. Вот, ну ничего, будем пробовать. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Команда, Андрей! Бьём! Есть! Есть! Чисто, далеко. Ну, попали. Хорошо сбили. Надо собирать. Всё, надо собирать, да. Кого вообще унесло уже? Ну, мы 10 минут охотимся. Классно, классно. Стреляем пятёркой. 36 грамм. Ну, во-первых, ружьё новое. Надо ему побольше дать разработаться. Вот. Ну, а во-вторых, очень сильный ветер. Поэтому делаем какой-то такой расчёт. Дульное сужение у меня стандартное. Это то сужение, которое идёт вместе с ружьём. Это паучок 0,5. Дальние выстрелы. И я понимаю именно не то, что там похвастаться в плане попадания, а именно для ружья, что я понимаю, что эту птицу я стреляю, да, и вижу, что, в принципе, дистанция такая очень хорошая, достойная. То есть мы не любим стрелять далеко. Иногда приходится. Но сейчас это на тот случай, мы на большой воде. Вот. И смотрим по реакции птицы. Если птица позволяет, разрешает налететь на нас максимально близко, то и мы, соответственно, разрешаем налететь. Если увидим, что всё, она уже начинает уходить вверх, то есть она упирается в нашу колочку, то мы начинаем охотиться. Вот он. Заходит, заходит. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Что мы добыли? Серая. Чучела серые стоят у нас. Количество 24 штук. Крикуха. Чучела стоят. Сельдень криковой. И черок-свистунок. Чучела с собой есть, не стали пока брать, потому что на разведку выехали. Следующие охоты все будем также использовать. Тут черка в угодьях много. То есть разнообразие птицы очень большое здесь. Гоголь летает, чернедь, морская хохлатая, лутки. То есть всё уже налетало, это мы всё видели. Поэтому это очень интересно, когда на охоте ты добываешь не один трофей, например, исключительно охотишься на одну птицу. А когда разнообразие такое, Астрахани – это именно то место, где идёт массовое, скажем, скопление птицы со всех таких миграционных путей. Поэтому охота здесь очень интересная. Давай! Подранок. Ну, ну, сейчас всё должен пасть. Ну, давай, 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 давай. Давай! Зацепили одного, чуть-чуть не долей моего. Да ещё надо было, конечно, знать ему подойти. Но дальний уже начал их подойти. Бьём! Молодец! Хороший наш. Хорошо налетел. Красивый выстрел прямо вот в упор. Ну, не успел сейчас даже стрельнуть. Поэтому ничего не скажу. Хлопцы отличились. Вот здесь ещё один черрочек. Давайте пока движения нет, расскажу, что здесь мы можем добывать, какие у нас нормы отстрел есть, да? Гусь мы можем за день брать 3 штуки, 3 гуся. Утки 15 штук день. Лысуха 4. Лебедь 1. За сезон 2 можно взять лебедя. Бакланы и вороны без ограничений. Ну, в принципе, абсолютно нормальная норма отстрела. То есть для нас это за глаза. Охотимся, смотрим, наблюдаем. И надеюсь, что у нас получится интересная охота. Готовимся. Андрюша, с твоей стороны. Держи, Женёк. Бьём. Весенний прям. Да, прям весенний. Пролинявший весь. Убьём. Готов. Красиво. Ещё один налётик был. Одиночка зашёл. Такой крикашек. К сельзе не очень крупный. Вешаем его на тароку. И ждём новых налётов. Движение вечернего птицы началось. Птицы, видно, уходят куда-то на ночёвку. Естественно, проходят через нас. Одиночка справа, где-то идёт. Давай. Теперь я доставать начал. Молодец! Сейчас хороший налёт. Пару чурочков нашла. Добыли. Крикашек нашёл. Всё-таки решили, не будем на пределе. То есть уходит птица, пусть уходит. То есть максимально, насколько можем вытягивать. Её вытягиваем, убьём. Не доходит, потому что на пределе, когда стреляешь, ещё свечу. В принципе, как правило, это так, случайные какие-то попадания. Вот. И всё, не более того. Поэтому пусть будет поменьше налётов, выстрелов. Ну, уж так наверняка. Готов? Готов. Взял, Андрюш, с тобой. Всё, хорошо. Есть. Какая-никакая уже вечёрочка. Потихонечку добываем птичку. Крикаши. Сейчас чурочки прошли. Сейчас ещё минут 15-20, наверное, уже и стемнеет. Да. Давай! Есть. Лови, Андрюшка, умница! Прекрасно. Вот подошёл к концу первый день охоты. Прекрасные трофеи нас порадовали. Конечно, шикарная охота. Не ожидали. Не ожидали мы такой охоты. Очень всё активно. Стрельба. Собираем птицу, становимся опять. Опять работа манками. Тут же заход. Стрельба. То есть динамика сумасшедшая. Конечно, погода внесла свои коррективы. Это абсолютно нормально. В каждом месте мы подстраиваемся под ситуацию. Здесь много воды. Очень сильное течение. Мы не можем просто, скажем так, спрятаться в лодках и выходить, собирать птицу. Поэтому одна лодка у нас стоит практически открытая. Но пока ветер тот, который нам нужен. И птица в основном заходит вся с воды. Поэтому она летает на хороший выстрел. Трофеи разнообразные. Связи, черки, кряквы. Пока нырковых у нас ничего не было. Но она летает. И гоголь летает, и черник летает. Вот. Стреляем пятёрочки. В принципе, всё как у нас положено. На удивление использовал сегодня наш новое ружьё. Nexus 12 в Marocco. Прекрасно, честно, сам не ожидал. Для меня ружьё оказалось достаточно прикладистым. Сразу я... То есть не надо было как-то приспосабливаться к оружию. Сразу оно легло. Прекрасная стрельба. Вижу результат. Вижу именно ту птицу, в которую стреляю. Понимаю, что я попал. Вот. И хорошие дистанции были. Сейчас вечером было прям максимально далеко. В темноте практически. Чётко всё прекрасно. Ружьё. Посмотрим. Ещё у нас впереди много дней охоты. Поэтому я решил, что я не буду со своим ружьём охотиться. С Бенелли Винчи. А буду испытывать это ружьё. Здесь мы ему дадим максимальную нагрузку. Посмотрим, как оно себя зарекомендует. А дальше будем думать, стоит ли нам приобретать такое оружие или нет. Трудовая охота. Трудовая охота. Тяжёлая. Тяжёлая, да. Здесь она такая. Налетал свить, да, сегодня как красиво? Ну, свить хорошая. А птицы вообще крикоши какие мощные. Я чувствую, что там больше килограмма. Не, ну, видишь, надо всё-таки дорвать и находить. Ветер сильный. Он чуть крылья расправил и вообще сдул. Его нету. Он уже в зоне не выстрела. Да, видишь, не всегда получается. Потому что он раз веет в сторону. Утро. Хорошо. Что-то оборозится. Ночь была тяжёлая. Потому что после вчерашнего охота устой было невозможно. Чёрт, чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Чёрт. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нормально, у нас Андрей с другой лодки, сейчас мы его собираем покушать, хлебушек, печенье, колбаску Сейчас мы передаем Завтракаем, мы начинаем охотиться Все уже, начинает потихонечку расцветать За бортом градуса 3 мороза, так бодренько, ледочек есть Небо сегодня чистое, по крайней мере пока ветер сильный, прям очень сильный Сейчас заряжаемся и начинаем уже ждать птицу Посмотрим, что сегодня у нас получится За тебя, Андрюша твой Молодец, Андрюха Есть! Два готова сразу Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима, Андрей, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сумасшедшее утро начинается Налеты прямо один за одним и плотные. Прям заходят птицы как надо. Вот прям пять минут собрали. Пять минут, вот опять прошло. Уже шесть-семь штук опять добыли. Охотимся. Бьем! Заходит, заходит, заходит. Бьем, ребята! Жирные крикоши. Блин, крикоши, конечно, монстры. Клапы там вот такие яркие. Ага, я вижу. Ты где их набрал? Ага, все. Вот такие мощные крикоши, конечно, изумительные. Крупные. У нас добыча, опять, черочки. И у нас добыча есть одна шила, шила-хость. Уточка. Вот такая вот. Сейчас все это вешаем на тороке и продолжаем охоту. А сейчас я расскажу вкратце, пока Андрей собирает птицу, какие монки мы используем на охоте именно в данной местности. Основные монки – это настройка кряква, дельта, одержимость и хантер-элит. То есть, работаем на разных дистанциях. В принципе, каждый монок, хоть у нас и дельта, и одержимость, для средней воды, скажем, не громкие монки, но при нормальной подаче, мощные, они справляются, вытягивают птицу издалека. Либо мы им уже подрабатываем, когда птица находится не в посредственной близости. Звуки используем достаточно агрессивные, мощные, потому что сильный ветер, птица идет далеко, надо ее выманивать издалека. Мы находимся в Астрахани, основной гусь здесь серый. У нас также есть самый простой моночек – хантер на серого гуся. Белолобов здесь крайне редко он бывает, поэтому серый гусь, как только есть какое-то движение птицы, мы стараемся его манить. Но пока еще гусей сегодня не видели. Все, продолжаем охоту. Охота супер, ребята. Охотимся. Так, заходит одиночка на круг сейчас должна. Бьем! СТРИПЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ 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 Готовимся. Бьем! Утренняя зорька прошла. Сумасшедшая, конечно, была. Сейчас уже приняли решение, что черков не стреляем. Просто уже нет времени выходить, постоянно их собирать. Ждем только шилохвость, гряква, то есть такая свисть, гоголь, чернедь. Ждем эту птицу. Но уже активность так поменьше стала, уже все такое дневное время. Но птица двигается все равно. Так что охотимся, наверное, до обеда охотимся, складываемся и выдвигаемся домой. Бьем, ребята! Молодец, Андрюшка! Нет, 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 он уходил. Он гол. Ну, извините. Давай! Чернедь! Давай! Просто он подраны, поэтому я его... Держи, Жень. Да. Бьем! Немножечко меняется поворот солнца, да, то есть когда солнце было у нас со спины и подслепливало птицу, конечно, это было вообще просто изумительно. Она заходила и нас вообще никак не видела. Сейчас солнышко зашло сбоку, и оно нас сейчас начинает просвечивать. Во время солнца, скажем, маскировка должна быть, ну, более такой, скажем, тщательной, потому что вот сейчас все наши погрешности птицы видят уже, потому что солнце сейчас подсвечивает именно нас, и мы на самом виду для нее. И, конечно, от этого налетов стало поменьше. Вот, поэтому, ну, ничего страшного, мы, в принципе, уже близки к норме добычи, поэтому мы сейчас еще чуть-чуть постоим, и, наверное, будем уже собираться домой. Готовимся! Отлично! Все, готово! А? Крикаш! Ну, оточка, по-моему. Взяли. Но у нас один шанс, если она низом над водой идет, тогда мы ее еще можем взять, и то она нас уже вычисляет и уходит. Стреляем просто на пределе. Давай! Давай! Андрюшка, выходи, Андрюшка! Четыре штуки! Извини! Хороший налет, стайка черков плотненько зашла, четыре штуки выбили. Классно! Вау, казалишка! Ой! Прикуха! О, красавцы! Ай, сус! Ну все, вот на этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу охоту. Собираем вещи, едем на базу. Всю птицу нам надо переработать. Ну и готовясь уже к следующим охотам. Субтитры подогнал «Симон» Вот подошел к концу первый выезд. Ознакомительный он был. Изучали места. Провели только одну охоту. Вот такие вот прекрасные трофеи нас порадовали. Разнообразие дичи. Охота удалась. Отдыхаем, общипываем и готовимся к новым охотам. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»